Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава первой книги царей или царств для библейского портала экзегет. Вот у нас такой трагикомический рассказ был про то, как ковчег завета оказался в руках филистимлен, как израильтяне пытались им воевать, и филистимлены пытались его в качестве трофея использовать, а ни тем, ни другим не было от этого не только никакого прока, но покоя им не было. Все очень плохо, особенно для филистимлен. И вот они решают, что с ним сделать. Куда-то его надо вот задевать. Ковчег Господний находился на филистимской равнине семь месяцев. Филистимлене призвали жрецов и гадателей и спросили, что делать нам с ковчегом Господним, объясните, как нам вернуть его обратно. То есть уже сами не рады, и это израильское пусть будет. Мы не умеем с этим обращаться. Те ответили, если уж вы отсылаете ковчег Бога Израилева обратно, то не отсылайте его просто так, а принесите ему жертву повинности. Тогда вы исцелитесь, и станет вам известно, за что он оказывал вас. У них там болезнь, некие нарывы. Тогда они спросили, какую же жертву повинности принести нам ему. Те ответили, по числу ваших областей пять золотых изображений нарывов и пять золотых крыс, ведь все ваши области постигла одна и та же беда. Про нарывы раньше шла речь, про крыс нет, но, видимо, это тоже. И, соответственно, пять городов таких, ну, с округами были у филистимлен. Вот такая федерация была филистимская. «Воздайте славу Богу Израилеву, может быть, тогда перестанет он карать вас и ваших богов, и вашу страну. Для чего вам упорствовать, как упорствовали египтяне и фараон? Только тогда покарал он их, когда позволили они израильтянам уйти. Так что возьмите новую повозку и двух коров, у которых есть телята-сосунки, и которым никогда не надевали ерма. Коров запрягите в повозку, а телята отведите обратно в загон». Понятно, что коровы, у которых есть телята-сосунки, от этих коров, от этих телят, не захотят уходить. «Ковчег Господень возьмите и поставьте на повозку. Рядом с ним поставьте ящик с золотыми предметами, которые вы принесете, как жертву повинности. Потом отпустите повозку, куда повезут коровы, а сами наблюдайте. Если ковчег отправится к своим пределам, к Бетшемешу, то эту великую беду наслал на вас Господь. А если нет, то мы будем знать, что он тут ни при чем, все случилось само собой». Такой способ гадания, да, если произойдет то, что не очень вероятно, коровы уйдут от своих телят. То тогда да, тогда это свыше. «Так и поступили эти люди. Взяли двух коров, запрягли их в повозку, а их телят оставили в загоне. Ковчег Господень положили на повозку, а с ним и ящик, в котором были золотые мыши, изображение нарывов. Коровы пошли прямо по направлению к Бетшемешу, так шли они по одной и той же дороге и мычали, не сворачивая ни вправо, ни влево. А правители филистимские шли следом за ними до самых пределов Бетшемеша. Бетшемеш – это первый израильский город, ну, соответственно, до границы израильской земли. Бетшемеша как раз тогда жали в поле пшеницу. И когда люди увидели приближение ковчега, то возликовали, повозка доехала до участка Иисуса из Бетшемеша и там остановилась. Там был огромный камень. И люди порубили повозку на дрова, а коров принесли всесожжение Господу. Ну, вот жертва, которая тут же приносится, то есть культ богослужения возобновляется. Ковчег Господний, тот ящик, в котором были золотые предметы, левиты сняли с повозки, поставили на тот большой камень. А жители Бетшемеша в тот день принесли Господу всесожжение и прочие жертвы. Увидев это, пять филистимских правителей тотчас вернулись в экран. Золотые изображения нарывов, которые филистимы не принесли в жертву повинности Господу, были один за Аждот, другой за Газу, один за Ашкелон, один за Гатый, один за Икрон. А золотые мыши были по числу всех селений во всех пяти областях от укрепленного города, не огороженного поселка. Много золота отдали за трофей. Часто люди хотят что-то приобрести, потом не знают, как избавиться и тратят гораздо больше средств для того, чтобы избавиться от приобретения. Тот огромный камень, на который поставили ковчег Господень, по сей день стоит он на поле Иисуса и с Бетшемешем. А что происходит дальше? Вот прибыла святыня главная. Любопытно. Любопытно же. Люди Бетшемеша стали заглядывать в ковчег и поразил Господь. Среди них 70 человек из 50 тысяч. И народ застенал, потому что Господь нанес им мощный удар. То есть и так, оказывается, нельзя. Вот нельзя не делать ковчег оружием, не делать его трофеем, не делать его достопримечательностью, в которую надо заглянуть и потрогать ее. Вот святыня, она и есть святыня. Она отдельна. Люди Бетшемеша стали говорить, кто же сможет устоять пред Господом, этим святым Богом? Кому перейдет он от нас? Они отправили гонцов к жителям Кириат и Ярима с такими словами. Филистимы не возвратили ковчег Господень. Приходите и забирайте его себе. То есть принцип понятен. Подальше от святыни давайте жить так, как живется. Тихонечко у нас тут все свое. А вот эти страшные священные вещи пусть где-то будут только не у нас. Частая, частая картина. Но как примут ли жители другого городка Кириат и Ярима, но об этом и о некоторых других вещах мы прочитаем уже в седьмой главе. Продолжение следует...